Противоречивые заявления секретаря Совета Безопасности Армении обсудим с Александром Кобринским, доктором исторических наук, профессором, директором агентства этно-национальных стратегий. Здравствуйте. Добрый день всех с Новым годом наступивших. Спасибо взаимно. Вас также с Новым годом. Возвращаясь к теме противоречивых заявлений, наряду с заявлениями в связи с продвижением мирной повестки с Баку, прозвучали претензии в адрес Москвы. В Армении недовольны тем, что Россия не вооружает Армению. Как в Москве могут отнестись к таким претензиям? И если Ереван привержен миру, зачем так яро пытаться вооружиться? Оружие идет из Франции, сейчас от Москвы требует чего-то. Знаете, армянский политик, он вообще сегодня не отличается какой-то стабильностью или предсказуемостью. Он пытается усидеть на двух-трех стульях. На самом деле так не бывает. То, что Армения пытается вооружаться натовским оружием, вы знаете, на мой взгляд, я не являюсь военным специалистом, но на взгляд здравомыслящего человека это абсурд. Потому что любую технику надо обслуживать и любую технику надо, так сказать, содержать подобающим образом. А вот тем более французскую, которая имеет свои специфические особенности. И, в общем-то, это все ведет к абсолютному пустой тратой денег Армении. Все их, так сказать, какие-то действия, сегодняшние Армении, они зачастую, понимаете, приобретают характер такой вот капризных людей, которые то вправо, то влево бегут. Мы уже здесь обсуждали с вами, что такое-то ощущение, что действительно они выставили Армению на торги, кто больше им заплатит. И вот они хотят получить от Москвы. Но ведь абсолютно очевидно, что сегодня Москва ведет довольно тяжелую специальную военную операцию, которая, в общем-то, экзистенционально, по сути своей, для России. И вооружать еще параллельно Армению, ну, наверное, никто не видит большого смысла в связи с тем, что не видит угроз прямой для Армении. Кого сегодня исходит угроза? Азербайджан, насколько я понимаю, ратует за мирный договор. Азербайджан, насколько я понимаю, на сегодня, имея все возможности улучшить свое положение, так сказать, геополитическое за счет Армении, не собирается этого делать. Вот, поэтому такое ощущение, что армянские лидеры, их кто-то вынуждает закупать вот это вот натовское оружие. Это какое-то условие для их функционирования сегодня. Потому что конфликт развязать Запад планирует в перспективе, но не сегодня. Главный босс американцы очень плотно увязли у края России и на Ближнем Востоке. Там у нас, вы знаете, через 5 дней, получается, даже уже через 4 дня, выборы на Тайване, которые тоже непонятно, как пройдут, непонятно, чем закончатся. Скорее всего, с большой долей вероятности победят прокитайские партии. А это означает, что Китай будет выдавливать Америку с острова. Америка так просто не уйдет. Войны, как говорится, в ближайшее время вряд ли она, никто в ней не заинтересован особо, и не готов, главное. А какие-нибудь Майданы или Цветные революции американцы попытаются там устраивать. Им просто сегодня не до региона, не до Армении. Реально. Армянские лидеры этого то ли не понимают, то ли, так сказать, их кто-то втравливает целенаправленно. Потому что те же самые французы, ну, они ничего не сделают без санкции из Вашингтона. Это что же надо понимать? Сегодня Франция не является суверенным государством. Нет, она, наверное, может решать, где строить трубы там канализационные у себя в стране. А что-то более значимое только по согласованию с Вашингтоном. А Вашингтону не до этого. А вооружение, которое закупает Армения, оно не просто не новое. Оно же уже себя показало, так сказать, у края России, как абсолютно слабо эффективное. Да, это, конечно, оно несет в себе смерти людям, солдатам. Но оно неэффективно, оно далеко от современного. А деньги, которых в Армении нет, армяне тратят на это бессмысленное, так сказать, действо. Поэтому, вероятно, поездка, опять же, Пашиняна в Москву, о, попрошу прощения, в Петербург, в конце года, там, они собирались, все лидеры СНГ, вероятно, тоже, так сказать, может быть, отрезвляюще подействовал. Почему вдруг, там, по-моему, 4 января, да, Григорян предложил, как-то зашевелились с мирным договором? Потому что, вероятнее всего, его, так сказать, коллеги по СНГ, так сказать, попросили все-таки как-то определиться, где он, с кем он, как он. Вот, мы видели кадры, где он, довольно, так сказать, позитивно беседует с Путиным, с другими лидерами. Вот, вероятно, это тоже сыграло какую-то свою роль, но армяне, вот они ничем отличаются, да, они же вот сейчас будут юлить. Мы посмотрим, предложение они выдвинули, посмотрим, как дальше будет все это развиваться. Я думаю, что они будут пытаться тянуть, но только тянуть бессмысленно с этим делом. Тянуть бессмысленно, и надо уже как-то им все-таки определяться, где они. Да, вот, кстати, Армен Григориан отметил, что не было достигнуто прогресса по некоторым вопросам будущего мирного соглашения, которые он не уточнил. Готов ли Ереван к миру, по-вашему, учитывая последние заявления и претензии в адрес Москвы и также ОДКБ? В адрес ОДКБ также были претензии в речи Армена Григориана? Дело в том, что вот складывается устойчивое у меня впечатление, то сегодняшние политики в Армении, они не знают сами, к чему они готовы. Вот просто вот реально. Они как бы и мир хотели бы заключить с одной стороны, а с другой стороны ущемлено их национальное самолюбие. Там есть силы, которые пытаются реваншистские какие-то планы вынашивать, причем не очень понятные реваншистские по отношению к чему. Потому что, насколько я понимаю, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, свою, пока ничего у Армении, так сказать, ядровой не было, так сказать, отнято или оккупировано. То есть, какие реваншистские идеи, какие-то столкновения по границе, ну тут надо разбираться, кто когда и в чем конкретно виноват в этих столкновениях. Поэтому, не знаю, вот ощущение, вот у меня устойчивое впечатление, что они сами не знают к чему. Вот они ориентируются на то, что им скажут в этом большом американском посольстве. Как, так сказать, американский посол будет управлять ситуацией. Вот у меня складывается вот такое впечатление. С другой стороны, они понимают, что у них же более 50%, мы уже тоже обсуждали эту тему, более 50% торгового оборота приходится на Российскую Федерацию. Разрыв отношений с ним – это катастрофа для Армении. При этом огромное количество предприятий, так или иначе, где инвестированы именно российские капиталовложения, российских бизнесменов. И, в общем-то, разрыв отношений, ну, как-то вот они понимают, что этого делать нельзя. С другой стороны, они хотят вот какой-то такой самостоятельности абсолютно. У нас, понимаете, у нас сложилась удивительная ситуация. Вот все члены, так сказать, блока НАТО, посмотрите, кто-нибудь там может проводить свою политику? Орбан что-то там пытается, где-то там немножечко. Ну и то, ведь там же речь идет о том, чтобы в Венгрии деньги вернули, которые должны им дать. Там же тоже все в финансы упирается, почему он такой. А здесь ВДКБ страны, они почему-то считают, что они должны быть абсолютно суверенны. Они суверенны именно в выборе партнеров, в закупках оружия. Вы себе представляете, чтобы какая-нибудь не самая значимая страна, НАТО, ну, например, Греция, взялась закупать российское оружие? Ну, кто их позволит? Турки немножко купили там, и то, какой истерика и скандал случился у их, так сказать, патронов. И до сих пор на Турцию наложены санкции и так далее. А вот ВДКБ почему-то страны считают, что они должны вести себя иначе, чем во всем мире. То есть, с одной стороны, мы ориентируемся на Запад, а с другой стороны, мы не хотим, как Запад, мы хотим, как мы. Поэтому здесь, вот здесь эта ситуация, она, конечно, тоже слабо терпима для нормальных, так сказать, людей. И я не знаю, как долго она будет продолжаться, когда можно вот такие вот выходки себе позволять, как позволяет Армения сегодня. То мы с вами, то мы пойдем туда, то мы к вам не приедем, то приедем, но не к вам. Вот. Это так себя не очень хорошо вести. Да, большое вам спасибо. Надеемся, в Армении восторжествует здравый смысл. Я отвечу на прямой связи со студией. Был Александр Кобринский, доктор исторических наук, профессор, директор агентства этнонациональных стратегий. Продолжение следует...